у вас почему не видно так сейчас посмотрю все видно видно хорошо добрый добрый я маленько прикрою потому что сильный свет падает так сразу спрашиваю вы не против что все у нас записывается выставляется в интернете да конечно не все замечательно ничего не то никаких тайн у нас нету и не надо говорить мы говорим о полезных вещах конечно конечно я просто ваш пообщался с человеком с одним в варнауле вчера вот василий иванович он о вас поведал как бы то чтобы старообрядец вот давно занимаетесь развитием именно православного христианства старообряческого и поэтому я заинтересовался почему потому что все таки современная церковь русско-православная церковь я считаю что это все таки сатанинской церкви вот и там идет все таки про поклонение это как его называют бафомет ну да да там имен у него много сатана буфомет иегова и т.д. и т.п. вот неважно внешне это как будто бы православное христианство которое настоящее которое было у истоков до фундамент и так далее на самом деле же это что по моим сведениям раскол произошел перелом по моему 17 век 1666 год это вот реформ как раз да да было вот и после этого все-таки привнесли более западного православия и большинство вот этого то что было от сергия радовнического да там выстроено его но большинство убрали вот ведические праздники у нас были там все-таки сейчас их искользили сместили по по дам ну и тогда или тому подобное в общем то все искажено и славян называют варварами как бы слышали данный ролик кирилла да вот то что у нас не было ни письменности и ничего не было вот я бы ну вот принесли ну поэтому хочется найти истину так все-таки то современное время на данном этапе несет истинное учение христа ну по крайней мере большинстве не искаженная потому что вот современная библия считает там очень много искажения переписана внесено изменений вот в угоду так сказать власти в угоду религии которые именно и грегор который именно людей не считает за как бы фильм за людей да просто как сада вот есть пастух мы пастухи а есть там а вот религия для вашего управления современная религия и современная православия церковь вот это вот под кириллом и так далее они все-таки не видят в людях это основа людей а именно так просто как материал скотт они пастухи вот старообрядческое направление все-таки вижу какие-то истоки какой-то фундамент какую-то истину но можно конечно разбираться нужно смотреть изучать вот и поэтому вот с такими как вы нужно встречать обсуждать общаться и искать истину вот потому что что слова словами все говорят что мы истинно мы наше учение наше там нервозрение идеология истина идите за нами понимаете все так говорят нужно искать корни доказательства артефакты вот например чудинов он своих исследований находит то что у нас какая была он во многих местах надписи на русском находит или на пирамидах и где только не находил и какие у нас были боги что действительно православие у нас было ну так далее он он находит доказательства я хочу именно найти все таки подтверждение не голословное утверждение что действительно вот у нас истинно идите за нами а все таки где истинно и какие доказательства факты артефакты вот и для чего это я вот например ищу это да потому что все таки настало время объединения людей нас разделили сейчас не евреи а иудеи евреи это обманутый народ я к ним меня к ним вообще никакого и претензий нет а есть религиозные фанатики это хаббат до секты там и так далее спецслужбы на основе вот иудейской вот этих вот сект да вот они проповедуют очень человека ненавидит стимические направления и против нас вот против православной руси сами видите что сейчас котел сужается до сирия в славянских странах размещает противоракетные установки размещают прибалтики и так далее так далее что происходит вот сейчас назрела необходимость объединение всех народов на ну хотя бы в руси коренные православных славянских него нас всех разделили по партии вот в этом коммунисты вы либералы и так далее нас разделили по религиям до православия мусульманство ведичество и язычество а потом что у нас еще но совсем безрелигиозные люди у нас да такие всякие и вот нас разделили это вот действует у них какая идеология разделяет травливые и властвует и трак и щука вот и на украине нас травили славян ну все вы это понимаете назрела необходимость какой-то сформировать фундамент мировоззрения идеология которая объединит всех именно ну хотя бы большинство но основы я вижу фундамент чтобы было православие но только вот православие у нас видите все несколько направлений все считает православие истинным у них и русская православная церковь говорит что они и есть православие и так далее понимаете вот здесь еще истин где ну да ну я мое личное мнение я его не верю словам доверяю партон да вот мы все-таки в сара-сара обряд потому православие и все-таки более и скажите пожалуйста киржаки тоже к старообрядцы ну да ну вот как вот коротко я обрисовал свою позицию своей и мать моя цель все-таки найти фундамент и наша общая цель странировать общее мировоззрение идеологии объединяющую большинство у нас на руси вот так вот понятно на вы верите что есть загробная жизнь да конечно если бы я не верил я бы своим не разговаривал понимаете да конечно я верите что христос умер за грехи людей но здесь вот можно изучать эту тему за что он умер я все-таки считаю что как из-за он умер все-таки за какую-то идею не знаю за грехи или нет но за светлую идею какую-то да он хотел все-таки привести к нам донести что-то какую-то идею свое мучение к сожалению которые скользили в большинстве библии современной да он пытался донести истину ну умер за что возможно я не отрицаю ничего и не и не буду голословно говорить сюда и и возможно скорее что вам отвечать я должен приблизительно хотя бы знать кому говорить это поэтому я и спрашиваю вас а вы верите что есть святая троица манил сын и дух святой и 7 и суть едино конечно конечно сошел сошел христос он предвечный безначальный христос и воплотился через приз на деву марию в это верите и и то есть в учении я не буду утверждать сто процентов что возможно такой да есть есть а вот смотрите первое послание коринфянам 15 глава библии вы верите что библия синодального издания это правильный истинный перевод синодального это какой год 1876 им пользуются все старообрядцы все другого перевода по нету еще самый лучший перевод может в мире четыре духовной академии переводили и всех подозревать в какой-то подмене но я знал кое-какие языки я сравнивал и считал по-английски там по-немецки что знал слово в слово все сходится а а библия откуда сам источник не переведенный а вот и еврейский 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 новый завет на греческом языке кроме евангелия от матфея на арамейском вы говорите вот помянули кержаки они православные но у них нет священства и поэтому они не церковь без священства не церкви это установление божие и вот первое послание к коринфянам 15 главе я открыл и читаю сейчас апостол павел говорит напоминаю вам братья он евреи пишет коринфянам евангелие который я благовествовал вам который вы приняли в котором и утвердились то есть не спорили не не отпровергали которым и спасаетесь если преподаны удержите так как я благовествовал вам если только нещетно уверовали ибо я первоначально преподал вам что и сам принял то есть что христос умер за грехи наши по писанию то есть это было предсказано пророками за сотни лет и что он погребен был и что воскрес третий день по писанию писание ветхий завет предсказывает и что явился киеве потом 12 и потом явился более нежели 500 братьев после воскресенья в одно время из которых большая часть да ныне в живых а некоторые почили потом явился якобы также всем апостолам то есть он говорит другого основания нет вот нет и у другого основания кроме веры во христа вот мы считаем и евангелие от иоанна 15 глава христос говорит 14 6 я есть путь истина и жизнь не один из путей а путь единственный а вот многих людей надо объединять такого указания от христа не было он пришел горд разделить а не объединять я принес меч брат против брата отец против сына мать против дочери свекрови вот какой принес он мечта слово свое одни примут а другие будут преследовать мы знаем великомученицу варвару и отец диаскор казнил и таких то ведь не один случай был и во время вот советская после революции как это было поэтому говорить что там надо объединяться со всеми вместе там язычниками какое может быть объединение с неправдой тьмы со светом подождите нет а я говорю нет где смысл другого я вижу на то время про да когда было надо это сделать разделить вот как вы сказали тогда это же сколько сотен лет прошло а сейчас в другое время сейчас другие сейчас и 2 пришли и так далее и сейчас время наоборот объединяется тогда было нужно было разделить чтобы люди поняли так скажите откуда вы это узнали что тогда вот так а сегодня по-другому зачем это я это мое мнение а это доказательства нет что на все время сказал на нашлом этого то что на все время это так и говорится ну там нет такого то есть то что на то время где внимательно евреям 13 глава вы еще это записывайте что я буду говорить запишите евреям 13 5 а запись и же вот это будет или я посмотрю если что и евреям 13 8 тогда прочитаю иисус христос вчера и сегодня и вовеки тот же не слова христа неизменно навсегда сказано ни одна строчка не исчезнет ни одна буква небо и земля исчезнут но ни одна йота ни одна черта не исчезнет а тот тогда надо было сейчас это не надо это выдумка от лукавого различными учениями и чуждыми не увлекайтесь ибо хорошо благодатью укрепят сердца ваша они яствами пищей от которых не получили пользы занимающиеся ими вот и весь ответ нас христос будет судить евангелие от иоанна 14 12 глава 48 стих написано господь говорит я не сужу вас слово которое я говорю она будет судить вас вот я обратился к богу я с детства знал что бог есть родился в киржатской семье у нас все корни старообрядческие это моя природная но христа мы не знали я знал там нельзя отворовать нельзя там материться нельзя там женщины меня господь от этого сохранил а чего не знал и выпивка была служил в армии но я искал бога и в 23 года мне в руки впервые попало слово божие евангелие и в этот вечер я покаялся 54 года иду этим путем путем говорят тот человека загоняет безысходность у меня наоборот я имею все здоровье в морфлоте служу в ракетных частях учусь в мореходном высшем училище выход за границу у меня настолько все успешно в мире идет а в душе тоска я могу умереть сегодня мы работаем на участке в участке моря где много затонуло мин нам платят гробовые деньги даже за это но я понимаю как тщетно все мирское и когда я прочитал о том что христос пришел умер за меня омыл меня своей причистою кровью я склонился перед ним уже вечером весь караван кораблей знал что я сошел с ума только что было блестящая характеристика член судового комитета в один день все изменилось я несу это его тюрьму за плечами лагерь 26 лет психиатрии преследовали давили нигде нельзя работать было я у меня пенсия бомжа за 35 лет трудового стажа но я никогда голодный не ложился спать я доверил свою жизнь богу христу вы сказали там перечисляя разных валов и иегова и его вы это имя истинного бога яхва разность ягва и слова иегова в библии встречается 8 раз господа бога когда он явился моисею он говорит я приду к еврейскому народу в египте и они спросят а какой бог как имя бог говорит я есть иегова сущий то есть всегда существующий безначальный не имеющий причины сущий яхве и поэтому с именем иеговы евреи обращались очень осторожно зря не произносили заменили его именем адонай господь 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 чтобы было не произноси имени господа бога твоего напрасно имя имя которое он открыл а люди которые не знают они думают его вы это иеговисты это в святой библии написано на славянском языке также написано на всех языках так вы считаете игру и яхве это одно и то же это это произношение произношение нас иисус а у них не ешь во мы говорим иисус из надаре это ешь в гуан ацре даже не догадаешься о чем говоришь что мы говорим вот баптисты другие там по-английски джон де баптист а то ян креститель ян креститель слова баптист его не надо бояться это креститель любой священник по названию баптист он крестит людей конечно если не лбы мощь это правильно как старо обрядцы крестят в полное погружение в то что вы не согласны с неправдами это похвально но так вот огульно сказать православие ничего не да разве все православие мы знаем если в монастырях и так хорошие пастыри священники подвижники я лично знаю которая все положили на алтарь христа которые много страдали которые гонимые там гонимые я могу называть их имена фамилии вы можете познакомиться вот если вы живете где барнауле барнауле вот если ваш путь будет хакасию город абакан там храм константина елена во имя их и там настоятелем протоиерея отец геннадий fast немец из менонитов он моем доме я миссионер мы одну встречу только имели он у баптиста преподавал был преподаватель только университета физик математик одна встреча и бог его обратил и теперь он закончил семинарию академии магистр богословия вот можете познакомиться это истинный пастырь истинный за ними никаких дел не числится что сейчас говорят о священниках и прочее он все положил на алтарь божий немец это другой на вот ко мне завезли одного еврея показать вот вот с евреем они там за это мы побыли полтора там два часа он уехал уже православный сейчас он священник отец на ум израильевич чистокровный еврей он ближайший патрик около патриарха или и в грузии я у него когда-нибудь когда бы не приехал я все всегда в храме у него проповедую эти обо всех евреях можно ли сказать так нет как это он твой еврея этот немец но немец и немец и все-таки разное не будем же вас гибель сам сравнивать и вы все таки считаете в положительном ключе ягова яхва это нормальное явление но если мы приняли оттуда веру бог открылся я вам буду говорить вот не записывайте в она записывать потом ролик будет стоять вы можете увидеть на земле сколько наций наций на народов может быть нас это не русское слово народу ну ладно языков языков на разных языках говорят сколько у не считалось две тысячи восемьсот девяносто шесть это открытые встречается иногда другие там диалекты которые еще мало известным вот на две с лишним тысячи языков переведена евангелия где-то целиком библия это новый завет а где-то только одни и одно евангелие потому что это непростой вопрос и на всех языках звучит это одинаково а главное на еврейском бог избрал из тех наций одну нацию одну бога избранные говорит с авраамом ему открывается у нас нету рядом были нации хит и хите и сея перезея перестемляне ничего нигде нет кого не осталось а у них до буквы сохранилась до буквы мы должны признать одно из чудес мира это еврейский народ его истреблял сталин поставил задачи там гитлер что сделали оседлость не допускать высшее учебное заведение а какую силу они сегодня набрали они идут неправильным путем вместо христа не антихриста примут от описание говорит об этом но мы должны сознаться что мы вошли в шатры сима сим хам и афет вместе с моим вышли из ковчега и удачи сим хам и афет вот хам ну это понимаете это время то наступило нам разобраться кто мы такие откуда пришли какие наши корни окажется не имеет никакого значения главное что мы в шатрах симовых вот антисемитизм откуда то есть от них вера они дали три мировые религии маленький народец который никому к себе не придает захватили всю власть юриспруденцию печать все богатство мирность а то пророчество было сказано пророчество я гитлер где сталин а евреи какую силу набрали это невозможно если не будет под господь выполнять свое слово говорят о библии сказели переписывали у вас промелькнула эта мысль виктор это неправильно но господь сказал я бодрствую над словом моим я сравнил подстрочно считаю на английском там на латышском на нелесском что я знал я не нашел ни одной строчки противоречащий там было написано иметь его на нрав такой-то в другом такой-то нет ну допустим написано что покайтесь ибо приблизилось царство небесное то в английском языке покайтесь ибо царствие божие под рукою и the hand то есть под рукой стоит она приблизилась вплотную к вам а святые отцы говорят царстве им называется сам христос как царь он пришел к нам здесь должно быть так если вы не верите слову божию уже осуждены мы очищены через слово его кремлинам 10 глава 17 стих говорит вера от слышания не от взгляда не от того что я решил кого-то объединять а слышание запятая от слова божия словом божием называется только святая библия у нее три названия святая библия священное писание слово божие все другое это святые отцы каноны могут быть и мы все должны проверять через священное писание как все святые отцы говорят ян златоуст четвертый век пятый вот мне бог дал это считать видеть и все сравнивать и знаете вот вопрос можно а вот вы опираетесь на перевод от 1800 76 так русско-православная церковь они тоже на эту библию опирается ли у них другой тексте только все на опирается перевод был до революции библию издавали заграничные зарубежная церковь белая церковь белая мигрантская церковь старообрядцы старообрядцы всех направлений только это имеют баптисты адвентисты все кроме свидетелей его вы католики не знаю издавая русскую библию пишет только синодальный перевод я со всеми но иными переводами очень хорошо знаком начитывал на пленку и скажу с ним сравнить ничто не даже не надо какой пренебесный язык я близко знаком был с александром менем слышали священника зарубили он еврей беседу у меня беседа сохранились они на на моем сайте стоят я говорю отец александр вот вы же еврей работаете как с оригиналом да я на еврейском языке на то родной языке его я работаю с оригиналом я говорю скажите а вот участвовали в переводе такие как герасим петрович павских вольстан давид аврамович ваше знание примерно на таком уровне он от меня отшатнулся удивленно руками да вы что игнати да никогда то есть он имея эти знания и кроме того человек энциклопедических знаний он не переоценил их с переводчиками теме сегодня никто не может конкурировать какой у них был язык и попытки сегодня реформировать или переиздать ни к чему не приводит здесь каждая запятая выверена четыре духовной академии переводили несколько человек который переводчики канонизированы а вопрос можно а вот вы по евреям высказывали меня вот вторую ветхий завет а вы признаете что как бы позитивная эта литература или все-таки несущие так сказать и негатив зло на верхний завет мерка должна быть слово божие господь сказал вот говорят бог есть любовь ладно вы ветхий завет не знаете но верите что потом был ну да но если потом был кто навел потоп и это было не реальный порядок где-то в одном месте вся земля написано и самые высокие горы были покрыты насколько все вот я мы с вами сидим сейчас барнауле здесь гуляли волны плавали киты кто навел бог имя ему любовь у бога другая шкала измерения то вот не нашим меркой меряется теперь на садом и гаморр вот эти геи садомиты их только истреблял бог два города сжег садом гаморр и окрестно 5 городов но там же были младенцы и были люди которые не участвовали беззаконно да были все погибли но золотом бог послал два ангела и они его вывели мы должны мыслить критериями священного писания иначе мы на каждом шагу будем заблуждаться так говорит господь вот если вы не смотрели я посоветую посмотреть фильм вот так называется еремия это пророк древности бог его избирает он крыть я молод он совсем молоденький был господь говорит не отрекайся я посылаю тебя если ты будешь противничать я поражу тебя ты иди обличить царей обличи весь израиль и и фильме это показано его бьют он стоит на четвереньках его добивает а он поднимает вот так руку смотрите так говорит господь вот пророк михей такой был цари собрались воевать и все пророки свидетельствует победа будет идите на ромов галацки иудейский с израильским царем а сердце беспокоится сильный противник а у тебя еще пророки есть как вот есть один но я не люблю его а почему он обо мне хорошо не говорит не сказал что правда не говорит а ты заслужил хорошая но он говорит не надо ну пошлите посыльного посыльный прибежал радостный тот пророки бывает разница единая партия единая россия коммунисты а тут сидит все сошлись вот единение полным но за тобой дело интересно царь и хотят тебя слышать ты скажи как все говорят говорят победа будет и 9 мая будем праздновать вместе выпивать мы объединим русский народ говорит так говорит господь я не могу иначе сказать и он царь спрашивает приходит ну скажи победа будет или нет он спрашивает конкретно да или нет это не мессинг он отвечает вижу овцы и драйли вы рассеяны по всем холмам и нет у них пастыря даже не об этом спрашиваю тебя я пастырь и выходит я их не пасу народ а вы как раз и сказали вы это верить это правильно никому не нужен народ его не учат а то толпа она в сектанты куда угодно в коммунисты лезет в изыщество самое негодное лезет он говорит так говорит господь посадите его кормите скудно хлебом водой вернусь когда с битвы я с тобой разберусь он горит не вернешься и он будет убит там когда пошли а он все-таки дорожал сарта и говорит давай переоденемся ты надевай мою одежду а я одежда обыкновенного сержанта а тот сарским воюет дал указание сирийский не с кем не воюете только с израильским все силы бросьте схватить его когда бросились и сапата закричал иудейские они поняли это не он он переодетый то а он обыкновенно его нигде не видно в толпе и вот один написано воин случайно натянул и слу случайность стрела вошла где у него латы разошлись в эту щель а ему было предсказано блудницы будут омывать колесницу и псы будут лизать кровь твою все так и случилось он был убит а теперь мехей теперь мехей вышел также было от исаакиевский собор санкт-петербурге исааки далмацкий точно та же история пошел царь на войну с этими сро с болгарами а он сидит дерьме и вдруг вышел коня взаузду схватил горит не ходи на войну выпустите сначала православных он горит что за наглец такой ну и в конце концов сбросили в болото его он говорит слышу запах горелого вашего он арестуйте посадите также посадили и царь не вернулся и два сановника бежали их залучили там вместе с царем и на соломе там помещение где-то сарае сожгли все это пророк изрекает и это в библии все отражено кроме последнего события исааки это уже новозаветнее она не в библии а житиях святых написано мы должны довериться слову божию а она ничего нам не сулит кроме спасения во христе а во христе это страдание написано все желающие жить благочестиво будут гонимы если вас не гонят вы никому не нужны вот у меня сайт большой сайт большой форум youtube на ю тубе только на канале у меня стоит 5800 наших роликов вообразить эту цифру 5800 это вообще вещь невероятная сам материал идет туда и вот там у меня на сайте как раз все можно найти ответ на тот отдельные евреи и отвечают там в университетах пить и вел три радиопрограммы занятия в милиции воинских частях и отвечал и у меня ослабленный слух в письменном виде на бумажках представляли вопросы и там помещено 4124 ответа я их поместил еще 55 папок евреи это отдельная папка и там в каком томе у меня у меня 38 томов вышла книг и там написано именно об этом вопрос евреи отдельно мусульмане там язычество церковь вот это что объединение трудно найти вопрос который не был бы отвечен на 4000 лишним вопросов это это очень очень много вот и ни разу нигде меня бог не постыдил почему у меня нет образования я просто молюсь я молюсь и жду ответа от бога как бог скажет он мне говорит не слухом никак а через слово его на сердце кладется просчитать вот это место я прочитаю теперь смотрю как святые отцы вы истолковали как в канонах это смотрит то есть это большая работа очень большая сию мудрствовать не надо просто это ничего не даст и ничего не будет вы а я буду всех обменять ну выйди на улицу раз протяни руки на километр в сторону давайте объединяйте сумасшедшие с кем обменять никто не поверит в это а как давайте люди пока и все придем ко христу и во христе объединимся во христе со христом у ног его вот там объединение он сказал придите ко мне все труждающиеся обремененные я успокою вас возьмите иго мое на себя ибо иго мое благо и бремя мое легкое матфея 1228 иго его то есть добра вот посты соблюдать служить страдать там поношение убить тебя будут за христа это сладостно за бога и они как преступник судим был а меня восемьдесят седьмом только выпустили я в пяти тюрьмах был поел это угрозы баланду знаю как и сколько людей там покаялась бог делал это следователь обратился начальник тюрьмы умер по-христиански я рассказываю кто сидели никто даже поверить не может с 8 до 10 каждый день у меня была проповедь у меня с собой новый завет понимаете открытые двери охранники стоят с разных этажей спускаются это бог делает открывает сердца людей я утром стою ночью молюсь они говорят мне преступники вчера семь человек сзади вас молились я никого не призываю к этому можно мы тоже будем молиться это бог берет за руку человека мы решили приняли решение табак бросить и ночью утопили его все а я знать еще не знаю к утру только прилег каждые каждой ночи я вставал ровно в 400 минута в минуту меня ангел будил я могу рассказывать об этом хвалясь моим господом не надо ничего искать уже все сказано надо жить вот мы строим православную деревню православную а много их не одной одна на россию все до одного верующие все до одного крещеные в полное погружение братом брат мой родной и отец иаким он протоирей там но мы относимся к русской православной зарубежной церкви принявший акт о каноническом общении с московской патриархии и у нас не принято звать к себе такого вообще нигде никогда не было не принято запрещено а вот сильный человек хочет просится тогда разрешим один раз прийти посмотреть и тогда если он действительно уже понял что это истина тогда разрешим так вы тогда исчезните господь не сказал по-другому сказал придите ко мне они к нам а вы горите каждый выказывает себя такое мы не выказываем нас наоборот мы все время говорим мы ничтожные несчастные но с именем божьим все время одерживаем победы вот нынче я начальник детского лагеря основатель его 45 лет без помощи государства тысячи детей ни рубля мне не дали и нынче я закрыл лагерь расформировал его абсолютно невозможно работать роспотребнадзор им почти он не подчинено их слова выслушивает прокуратура полиция суды и против меня сразу возбегли гонение приехали я сказал детей вам не отдам мы потренировались как бежать и вот ролик один стоит такой полиция приезжает в 10 00 ночи дети уже спят вот наши люди окараулит и в это время сразу сигнал тревоги выскакивают дети полураздеты и бегут в ночь мы днем тренировались где уходить куда детям и бегут и впереди гроза сверкает мол это вообще боевик настоящий но били по деревне мы сразу детей расселили и полиция дежурила день и ночь им нужны были адреса давить на родителей а вы знаете их там учат библию это знаете посты я ловлю звонят что они делают это все уже свидетельство подбивала прокуратура чтобы воздвигнуть статью воздвигнуть и не очень легко это девочки там у меня нехорошие дела творятся чуть ли не органы продаю ничего нет ни один родитель на это не пошел однако у меня вот столько ребятишек там четверо-пятеро уже восемь лет бесплатно я там нахожусь как я могу говорить дети не дождутся когда будет плохо было бы зачем они просились попыталась другой лагерь они бегут оттуда там дерутся там матерщина у нас этого нет их воспитатели а по америке ездил много я скаутские лагеря проезжал ни одного бы воспитателя даже на территории не пустил у нас все по-другому мы слабые немощные павел горит нищие но всех обогащаем мы проехали с миссии вот у меня вышло из печати 38 томов том это 752 страницы от тихого океана владивостока находки до лиссабона прошли скандинавии прибалтику турцию 6 мусульманских республик и везде одарил книги 600 городов и районных центров прошли этого тоже никто никогда не делал дарить один комплект 750 евро ну множе на 600 уже что-то понятно у меня ничего нет как ехать сразу господь дал деньги купили газель газель грузопассажирская едет с нами собака обыкновенная собака далее приезжает сюда на соревнованиях сразу чемпион сибири становится второй поездки возвращается на соревнования чемпион россии это вообще по разным двоеборью и прочее защитная караульная служба это у нас все стоит на самую уголовную занимался когда-то и дорога занимался и мы где ночевали разных лесополосах чтобы не утром рано быть близко городу на восток ездили тысячу тридцать километров каждый день в десять у нас отбой был в два подъема понимаете совершенно невыполнимая была миссия все было выполнено позади только в окрестных от селах барнаулу и вокруг мы раздали 30 тысяч евангелий новых заветов бесплатно и везде собирали людей и на площадях и на стадионах и в домах клубах и нас никто не тронул бог дал полную абсолютную защиту их себе никого не звали мы людям открывали христа и вот это будет объединение вы виктор имя носите как победитель победить из себя в первую очередь вот говорят еще сегодня враги враг там тот другой президент три врага первый враг самый главный на тебя в зеркало смотрит второй враг это избави нас от лукао падший с неба люцифер осеняющий херувим и третье это мир не любите мир не того что в мире кто любит мир в том нет любви очи и кто любит этот мир вот то что в мире вот там есть это ему тоже это надо они называются прелюбодеи прелюбодеицы послание якого 4 4 то есть духовная проституция это уже сказано и ничего в этом не надо видеть ругательного слова божие украшать не надо бог сказал кану креститель лишь и креститься надо было радоваться народ наплывает он горит порождение хинины змеи кто внушил вам бежать от будущего гнева он видел не искренние сердца людей и мы должны сегодня сказать так я выхожу и я желаю послужить тебе и мы на молитве говорим слушает и слышит раб твой и молча стоим у нас перед благослужением даже все зайти за 7 минут все минут полное молчание никакого движения в это время мы мысленно молимся благодарим бога за прошедшую неделю чтобы служение священника было угодно этого нигде нету у нас иконы висят а между иконами выдержки из библии этого тоже у православных нету у нас на аналоге лежит не евангелие библия синодальная специальный заказ она закованная такая бери считай то есть у нас столько необычного и притом не противоречащего православию я канонами соборами занимался трех лет перевел их на русский язык я даже могу осипа профессора спросить он ни на один вопрос не ответит он не может назвать количество канонов не знаю точно уже знаю а я знаю до 1 989 действующих осталось сегодня 719 а из них 413 каждый день нарушается умышленно для разложения церкви 413 57 процентов эти данные когда я сказал был в синоде они мгновенно давайте сейчас для публикации какой собор какое правило у меня все это высчитано и противоречить ни один не будет мои книги там в почаево сергиевой лавры там везде книги там отдали исследовать они против меня я вроде сектантом еретик и за 14 лет никто рта не раскрыл 14 лет то есть я говорю а почему они выходят а мне отвечают в интернете они что горс самоубийцы я показываю крещение должно быть полное после обращения для крещения нужно три условия первое уверовать что христос твой спаситель умер за тебя второе троекратное полное погружение руками рукоположенного священника а и того епископ рукополагал от апостольских времен хератония и третье бесплатно сегодня все это нарушается раньше 30 лет священник не может быть 14 15 правила 6 вселенского собора а и сегодня ставят безусых юнцов уже они и гумина там и проще он его не священник он обманщик и архиерея это знает и ставит вчера у меня был тут один семинарист ему надо было книгу то у меня книгой к истинного православия называется интернете увидите второе издание вышло я над ней работал 40 лет это не два дня а он из одних документов состоит вот у златоуста 12 томов по 800 страниц два предложения 12 томов и должен был полностью прочитать найти эти два предложения сослаться какой том какая страница василь великий 6 томов одно предложение найти о крещении где он говорит только в полное погружение и премсирин а патристика это 300 томов это не никаких знаний не хватит если бог не поможет я даю когда свидетельства о крещении 136 свидетельств а у них ни одного нету и сарабрятся за 300 лет ни одного не мочили все полное погружение беспоповцы киржаки все в полное погружение все сектанты в полное погружение а вот мочит и проще то католики и вот это вот что и называет сегодня патриархии вот так и здесь находясь церкви мы стараемся чтобы этого не было нам приезжает местный митрополит и вместе служит хорошего митрополита бог дал вас прекрасное отношение и нынче когда на меня воздвигли гонения ну просто по-другому нельзя назвать как гонения сейчас я даже покажу и русская народная линия это есть такое-то орган где-то но и вот они там его запросили сейчас я скажу сейчас минуточку его запросили вот у вас там находится лапкин как он что где вот и он написал сергий митрополит барнаульский алтайский это с печатью на бланке все это уже игнатий лапкин состоит в молитвенном и каноническом общении с православной церковью через барнаульскую епархию как обычный мирянин он ревностный православный христианин исповедник то есть я был в тюрьме дальше идет мученик но я не умер только исповедник догматических и канонических нарушений у него не установлено а как обыкновенный гражданин он имеет право на организацию лагеря какую-то общественную деятельность эту сторону деятельности регулирует совесть и соответствующие органы государственной власти лапкин человек твердых убеждений пожилой автор пишет примечание автора 77 лет его уже не изменить да и не нужно понятно это официальный документ а которые где-то по бокам там ворщат говорят у них ничего нет они знать не знают не встречались это дворкин сектант 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 а сектант не имеет рукоположенного священства у меня брат рукоположенный то есть у полное безумие поэтому трудиться в лоне церкви надо в лоне и никого друг против друга не травить сейчас мы поставили вот из храма выходят 100 человек в любой православные томата старобрядцы и выходят из молитвенного дома 100 баптистов кто более нравственные даже сравнивать не надо сектанты вообще не курят вообще не ругаются ни одного аборта нет не пьяницы но они не церковь понимаете а почему нет священства нет таинства нет литургии нет причастия вот почему они так что они плохие нам учиться многому надо и мусульман взять не у них учиться того что они у нас взяли как они берегут девушек я беседую с мулами этому ла как священник у них я скажите а какой процент сохранение девственности до замужества и они аксакалы меня не понимают как это процент все сто процентов а у нас восьмом классе уже девушку трудно найти но нам сравнивать то не кто с нами будет сравнивать это как они берегут то посмотри как они одеты какие эти наши идут полуголые и посмотри как они одеты какие красавицы что у них доброе намаз намаз молитва пятикратное а у нас сто восемнадцатый псалом псалтырь ветхозаветная книга давида и там сто шестьдесят четвертый стих он горит семикратно в день прославляю тебя за суды правды твоей мы даже богославить и за войну за все что есть за суды что убивает он нас за это славит за суды что благословляет за суды 7 раз в день а сколько один раз один раз это три святое 100 поклонов 100 поклонов это оружие наше это лестница на небо вот когда мы это будем делать нам уже некогда вот людей объединять у меня было бог дал мне дар объединение это его дар я приходил большие группы людей совершенно воинственные и одно слово только сказал и все прекратилось почему это бог делает это это невозможно это никак нельзя это не мое бог сказал я гляжу по слову божию я ответ не могу дать я молюсь что бог утвердил меня правильно ли я это взял или я своей головой начинаю думать а думать уже и не надо бог сказал и придите ко мне все труждающиеся все а вот тут будет объединение ты был волком сделаешься овсой златоуст говорит лев вошел и лев выйдет в ковщеге а в церкви не так лев вошел и гненок выйдет там ворон залетел вороны вылетел тут ворон залетел горит голубица вылетела где в крещении это епископном видел видение показано как он крестил пелагею блудницу известную как черную говорит бросил в воду и оттуда белая голубица но и так понятно вы уже очищены через слово которое я проповедовал вам и эти слова понятные для всех я однажды проповедовал в одном большом собрании баптистов 450 человек один раз меня привезли туда специально в молдавию и 450 человек вместе с перспективом стали и говорят мы сегодня готовы принять православие понятно это невозможно сделать это нельзя сделать я разговариваю с коммунистом и он тут же у меня в комнате билет свой сжигает руководитель комсомольцев племянник суслова главного идеолога советского союза обратился в моем доме стал эрмонахом как это бог делает человеку это невозможно никакой грамоты не хватит идем дорогой с ним я говорю гена вот ты не знаешь еще есть протокол эрмонских мудрецов что делает это евреи масоны то то это это да ну да я и он историк по истории но впереди нас барнаулка течет мы там районе были не булыгина там а с той стороны степенко называется я говорю до моста дойдем говорит и будешь верить никогда и до моста дошли остановились он говорит верю из от всего отказался это он был тот которого кришнаит потом убьет отрежет голову и бросит ее на престол в туре он моем доме обратился а я увидел видение за его прихода за несколько минут жене рассказываю какой сон сегодня интересно видел я насчитывать архипелаг гулаг искал кто будет насчитывать я не считаю себя чтецом таким чтобы сердца тронуть но я определю какой голос он у меня звучит внутри я говорю вижу два человека идут но один останется другой уйдет но над этим который идет зайдет к нам я говорю над ним скала нависла в это время стучаться в дверь открывает дверь яковлев геннадий михайлович и потом он будет говорить мы насчитывали как гнали церковь патриарха как коммунисты все разрушали царя раз расстреляли называется трагедия русской церкви мне это вину поставят когда меня судить будут против него тоже дело начиналось на заглохла вот как это бог делает бог я только подумал иметь таких дальше следователь следователь кгб мы встречаемся и я ему даю материал я на златоуста как сейчас помнится 5 том я говорю я ищу человека который помог бы мне насчитать я 12 того 50 книг божественных насчитал на пленка они на моем сайте есть наполнил всю россию печатать нельзя насчитывать можно было купать пленку меня 15 магнитофонов самых современных на 19 скорости 2 дорожки в одном направлении а потом нормально можно слушать 47 и он считал считал и обратился к богу сейчас священник видите как вот пускай через каждого священника папа придет один еврей как я называю наума израиль еще обратиться в православие все время надо бороться с мусульманами надо бороться и крепко а как оружие только одно любовь любовь против заблуждений вот ездили в дороге ночевали у мулы дома ходили в мечеть меня завели в мечеть а у них пропирыв был между богослужениями пока большой большой большая мечеть по стенам сидят они в бороды подбритые тут все это ну видно там настоящие мужики мальчишки ни одной девочки женщины нету а я заходить а у меня носки рваные у меня вообще ничего нету я тогда скинул босиком босиком можно я зашел на середину и стал молиться с крестным знамением земными поклонами вы посмотрели как они глядели на меня они меня испепелили было от меня народ дым шел я тогда помолился и встал и головой вниз как они молятся и про себя стал читать молитвы когда я встал вокруг меня они плотным кольцом уже стояли и дальше начался такой разговор сколько было улыбок по хлопанию по плечу это бог делает врагов не надо платить по плодить как дворкин надо из врагов делать последователи христа это не где-то было город баку азербайджан тринадцатом году и привела меня туда знакомая моя мусульманка жена мулы известнейшая с двумя образовая образованиями высшими и и владеющие четырьмя языками как она дорогой всем останавливаться мой отец приехал мой учитель приехал вы посмотрели бы ее ликование какое было мусульманка ее остановили то ваш муж приехал нет это мой учитель приехал а сама аж плывет вся вот как бог делает игнати можно вопрос так а вот в ветхом завете там приветствуется и там уже ложество и разврат и все на свете и уничтожение народов как к этому относитесь так скажите пожалуйста приветствуется мужеложество а где это покажите в каком месте я сейчас не могу сказать никогда не говорите неправда написано да будет истреблен наоборот да потом разврат там какой-то то что кто-то там что-то прямо описывается как будто это все нормально но дыша у вас библии дома нету я переводы читал некоторых глав и вот хотите сказать это неправильно не нет этого этого нету нету конечно же вес приветствуется как это может приветствуется и как это не приветствуется это осуждается сейчас минуту я сейчас прям покажу вам что как это есть сейчас я заряжу только и все данные выдам минутку вот читали книгу левашова россии в кривых зеркала 2 2 2 тонн это он свое получил уже не надо его трогать нет я не вычитали эти две книги его и сжег ее сразу же мир ну вот там украсть совершенно был одержимый демонами не смотри я вам считаю переводы приводил ветхого завета он еще не переводил он портил вы спросите а чего он был на один глаз такой ну смотрите апостол петр пишет ибо довольно что вы в прошедшее время это первое послание 4 глава 3 стих в жизни поступали по воле языческой вот к язычникам кто тянет предаваясь нечистотам плотским мужеложеству скотоложеству помыслом пьянству излишеству в пище и питье и и нелепому идолослужению вот это родноверие там проще это мерзость первом коринфяне 6 9 или не знаете что неправильные царствие божие не наследуют не обманывайтесь не блудники не идолослужители родноверы все не прелюбодеи не малаки и не мужеложники царствие божие не наследует а нам дан закон 1 тимофей 1 10 для блудников мужеложников человека ненавистников лебедников скотоложников лжецов и клятва преступников и для всего что противно здравому учению то есть осуждается смертный грех а если такое было кажется на 25 лет отучаются о церкви подождите в этом из библии или ветхого завета это я считаю вам новый завет новый завет я-то говорю про ветхий завет про то вот как раз осуждает что там было то что в торе было осуждается правильно давайте сейчас я из детского завета прочитаю потому что я говорю то про ветхий про библии то нет этого там как раз и наоборот я согласен а вот в ветхом завете там как раз и наоборот нет нету наоборот а как раз об это быстро находится смотрите но это сговорится если мужчина ляжет с мужчиной да будет предан смерти все да будет предан смерти то есть даже не разговариваю сразу уничтожают их не лечили не сажали да будет предан смерти это откуда известно это ветхий завет вот у них было это все где-то там а теперь нет даже когда дерутся между собой мужчины и жена одного подойдет чтобы отнять мужа своего из рук бывшего его бьющего его и протянув руку свою схватить его за срамной член уд то отсеки руку то есть вопрос очень и очень серьезно был вот а в новом завете апостол павел говорит и так первым это послание к римлянам первая глава разжигаясь похоть и мужчины на мужчинах делая срам и получая возмездие за свое заблуждение а это говорит раввин еврейские законы наизусть знавшие мужчина на мужчинах никаких геев нет есть садомиты они должны быть уничтожены мусульман их сразу уничтожают все вот у них как я говорю отец и девушка вот его берут интервью а парню там лет на 15 вот твоя мать одна осталась до отца у меня убили но если мать будет приводить мужчину просто он придет ночевать зарыжу у тебя сестренка есть да но на старше вас до старше не замужем но если она будет с парнем дружить он не дал договориться зарыжу понимаете они на этом настроены а у нас ничего никакой нужды нету приводят и с нами сравнить некому мы совершенно никому не нужны русских людей никто не истребляет они сами себя истребляют велика горит россия рожать некому мерзость везде а в россии как было а менделеев был 17 ребенком семье сегодня 17 то наверное не найти на весь алтайский край ну сейчас 2 3 тяжело но вот видите как и мы даже сказать откуда у вас такие сведения что одобряется никогда не одобрялась не ай вот они в книгах ты переводят переводы приводит то что там одобрялся этот разврат уничтожение народов и так далее приводит перевод нет не он а вообще многие пишут об этом такие переводы перевод на английском языке это как я говорю все языки переводят одинаково это не перевод никакого слова перевод перепортит но говорит добро на дерьмо переводит от какой перевод переводить то есть портить такое значение слова есть нет другого перевода более точного каждая буква выявляет выверялась получается что в торе в ветхом завете нет тоже ничего такого против народов направлено на против или за рассказано против а вы сначала о блудниках я о блудниках говоря не народ народах было сказано истребить их потому что они отступили от бога скверно одна скверной и поэтому нам это понятно а зачем этот народ который бога гневит вот израильтяне шли и непобедимые были в библия говорит их нельзя было победить из те народы стали думать но как победить и в это время нашелся человек и говорит они непобедимые пока не грешат надо чтобы они грешили от бога отвернулись итоге от иеговы а поклонились нашему а как это сделать очень просто поставьте шатры приготовьте постели и пускай красавицы комсомолки выходят мисс красота и пальчиком манят юношу и он подойдет бесплатно вот лежит мясо вот она жертвенник положи его это бафомету приносится вот этого а вот это оставьте одно движение руки и ты мой я тебя будут целовать до утра выпивать салазками будем и юноши пошли и народ израильский сразу начал терпеть поражение они все плакали и стенали а в это время идет княжеский сын а его княгиня там какая-то же княжеская дочь и манит и он заходит к ней этот финес стал взял в руки копье с молитвы встал откинул полок шатра вошел и одним ударом пригвозил обоих земле одним ударом и не повторил и бог сразу сказал вовек священство будет от тебя этот удар и позор был снят и все поняли игра кончилась в мосее было такое когда они хотели вернуться есть такой фильм моисей просто посмотрите и сразу было уничтожено евреев три тысячи восемьсот человек бог сам карает когда израильский ковчег попал в пленк филистимлянам они не знали что делать на народе там язвы появились на росты разные они запрягли телец телок молодые там коровенки и они шли мычали и рядом там где-то жители бефсомиса увидели что ковчег везут обыкновенный ящик там два метра длины его и решили заглянуть никто не плевал не называл идолами к сегодня там сектанты называют иконы идолами а просто заглянули заглянули а там ничего и нету каменные скрижали лежат две ну и повернулись опять на поле но уже домой никто не пришел за то что они заглядывали к святыне написано не порадовался народ бог убил 50 тысяч и 70 человек бог кому претензии к богу бог убил они корчились и умирали 50 тысяч это даже для сталинграда в один день это большой большой это очень много 50 тысяч для жукова конечно то ничего не стоило там из пол миллиона отдать за берлин тогда мало было народа 50 тысяч было вот и все мы должны мерить все критериями божьими как бог смотрит а бог от мало по мало выжимал их на сал шершней в другом месте львы пожирали людей спрашивали что делать закон божий знать надо мной и волки эти львы стали отходить киану затоусту подошли говорят мы паломники как проходим а там долина такая выскакивает лев говорит одного утащит он дал крест осветил горд поставьте крест идут нету слышат зловония какой-то пошли он уже сдох я голубей держу у меня голуби три голубя от него меня ну и ястреб таскает обнаглел прямо на скамейке на скамейке гор на лестнице перед окном садится голубей нельзя выпустить то и ничего не я и жуа колоби улица ползунова рядом вот краны и портальные стоят мы сделали из рек крест тут были священники несколько осветили его святой водой полили я молодежи сказал знаете вот тут как раз около обе лес растет найдите погуще дерево там идите привяжите его никто креста такие видны и повесили и за все время я видел только один раз ястреб пролетал как возле стены вдоль обе ни один больше не залетел я стихотворение даже написал на это и теперь говорит воняет только падаль ничего нету это вера вера должна быть как кремень никуда не сдвинуться вот я испытал силу животворящего креста христова мы с детства привыкли на молитве это старобрящий как складывает она вообрядцы сегодня трое перстно но так молился сергий радонежский вот так двуперста вам видно нет да вот так молились они так мы киржаки наша киржатская порода мы так научены были но а серапим саровский анкраштацки так молятся и то и другое прославлено бог нам пальцы не показал от всего сердца веровать и спорить не о чем никон и аввакум хлистались как цари еврейские израильские васа с васой оса его оса пока бог не отнял все это нас не должно разделять нас разделяет только грех вот говорят есть 7 смертных грехов он начинает и измена жене прелюбодеянием называется там вот как раз вы вышел на меня этот отец на ум борщуков сейчас в этом со скайпе стоит вот выскочил а если господь нам говорит что-то надо вот так вот прислушиваться сразу а как это слово понять правильно а как его выполнить если он сказал ты должен только смиренно ответить аминь слушает раб твой и сразу приступать к его выполнению вот мы работаем работа тяжелая грязная ну пруды восстанавливать понимаете что тут вообще не выскажешь и мы за два года шесть прудов восстановили даже сказать невозможно там рыбу уже на и человек какую это грязная и мы каждый день славим бога господи как мы рады что ты нам доверил это мы идем откуда это по всей европе и азии проехали и в америке там я ездил я тоже богославил господи ты нам это доверил и ролик выставили мы были скандинавии уже прошли европу обратно возвращались и в это время нам скинули ролик у нас заходили где там в портах то там можно было подсоединиться и посмотреть в великобритании молятся баптисты и рукой крестятся и дети стоят рядом господи благослови и гнать и команду его чтобы они возвратились вот что бог делает знакомства мы еще будем общаться я очень по позицию вашу целом понял вот я думаю диалог будет продолжим будем сразу о пустяках мы никогда не говорим это что я вам говорю я каждое слово могу подтвердить слово божьим каждом и вы можете спросить старообрядцы которые библию скажите у вас такая библия нет это такая же бог будет сидеть по библии и он за того столкуют библию библия это высочайший авторитет слова божие бог сказал бог сказал и все мы каждый день благодарим за переводчиков которые перевели которые у нас есть синодальный перевод если нет библии можно прийти принять и покровский собор и побудьте там увидите услышите объединяйся у христа надо все остальное это позор один останется в конце жизни она все приятно познакомиться с вас не только заранее напишите свободен я или нет у меня большая работа мы зале на были в деревне и у меня за 4 месяца появилось 780 новых роликов вообразите я их сегодня закончил только сейчас закончил перетащил в mail.ru мой мир со своего youtube но я насчитывал когда жития святых это 1173 ролика будет и нашел человек который оттуда берет по одному житию его оформляет как бы музыка или пение раздается монашеская и теперь я эти жития святых перекидываю в mail.ru некоторые не знаю почему не могут заходить туда где они есть вот такая работа я тогда отвечу вам могу принять или не могу потому что у меня постоянно отовсюду люди и мы все записываем я спрашиваю чтобы не было претензий почему выставили мы договорились конечно конечно а если человек против я просто закрывая и больше никогда не встречаемся зачем зря время тратить потому что на этих роликах мы говорим о божествах люди приходят к богу приходят вот у меня посещаемость здесь просмотров он не такой у меня и давние до 4 миллиона 5000 подписчиков подписчика то есть автоматика или кто занесли мы мои вот эти ресурсы в сми все сама с информацией то есть их правило падает теперь на меня на мои ресурсы до этого я сам по себе как хотел а теперь нет я должен смотреть и регулировать спаси христос вас что зашли если у меня есть новый завет я выпустил полностью полное толкование нового завета по святым отцам где можно скачать это они я сейчас вам вниз скачу я в варианте бумажным его издал трехтомник и самый лучший иллюстратор библии гюстав даре и мы его раскрасили 230 картин святых там дети глаз не оторвут это три тома а в электронном видео будет вон она и есть я сейчас а есть она есть но в бумажном варианте и за на она с полное толкование с откровением как понимать притом это святые отцы а нам умничать не надо много уже сказано все хорошо благодарю сейчас я вам скину скину свой сайт и вы на нем увидите книги и дальше только вскрывай бери хорошо всего доброго господь богом да благословит господь